Здравствуйте, друзья! 16 января, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня хочу показать вам сорта и гибриды сладких перцев, которые я планирую выращивать в сезоне 23 года. И также расскажу вам о сроках посева для нашего региона, для Свердловской области. Почему сею в такие сроки? Для того, чтобы получить ранний урожай спелых, уже красных, либо оранжевых плодов, не зеленых. Гибрид хаски рекомендую 100% всем садоводам. Даже если вы начинающий садовод, начинайте с самого лучшего. Данный гибрид невысокорослые растения. В теплице максимум 60-70 см. Это максимальная высота. Если будете выращивать на открытом грунте, сантиметров 50-60 см. Вот такая высота. При этом гибрид очень ранний. Можете почитать здесь описание. Гибрид очень ранний, толстостенный, красивые плоды. Вот здесь совсем некрасивая картинка. На самом деле даже в технической спелости очень привлекательная окраска плодов. И в технической спелости не все бывают сорта и гибриды перца сладкие и вкусные. Перец хаски, гибрид хаски, он всегда хорош. И в технической спелости мы его едим. Он сладкий. И в биологической спелости, когда он становится красивой. Такой красно-оранжевой окраски. Замечательный, вот такой вот остроконечный, конусовидные плоды. Хорошо подходит для фаршировки. Плоды достаточно крупные, не такие, как здесь на пакете. Но есть у меня на канале, при желании можно посмотреть осенние ролики о перцах. Я там показывала эти перцы. Замечательный, просто замечательный. И по вкусовым качествам, и по урожайности. И из всех сортов и гибридов, которые я выращивала, перцы хаски, самый ранний, более раннего гибрида, либо сорта, я не встречала. Исключительный просто гибрид. Его я сеять буду в первых числах февраля. То есть с 1 по 5 февраля. Вот такой вот ориентировочно срок посева будет. Следующий гибрид пломбир. Но этот я не могу рекомендовать, так как его нет уже в продаже и не будет. Он снят с производства в сезоне 23 года. Так как у меня последний пакетик остался, я соберу с него семена. Также достаточно ранний гибрид. Растения невысокие. Высота тут у нас тоже не указана. Ну где-то сантиметров тоже 70, как хаски примерно. При этом в технической спелости имеет такую молочную окраску. Тоже совсем не такая, как здесь на пакете. Но при полном созревании в биологической спелости окраска становится красно-оранжевого цвета. Очень привлекательная. Урожайность отменная. Конечно, он не такой ранний, как хаски. Но по урожайности исключительно хорош. Он, мне кажется, даже более урожайный, чем хаски. Плоды, конечно, покрупнее, чем у хаски. И я его, конечно, обязательно буду выращивать в этом сезоне. Сеять буду в первых числах февраля. Сейчас его все-таки не нужно сеять. Он достаточно ранний. Тестировать в сезоне 2023 года я буду гибрид рыжий барин. Супер новинка. Холодостойкий, толстостенный. Но то, что нам надо на Урале в Свердловской области. Холодостойкие перцы для нас, это, конечно, замечательно. Просто масса плода до 270 грамм. Здесь у нас указано, что он скороспелый. Но высота растения. Я здесь не увидела высоты растения. Поэтому хочу его посеять на этой неделе. Ближе к концу недели у меня будет посев. Посмотрю. В этом году так посею. А потом в дальнейшем определимся. Почему я в этом сезоне решила пораньше сеять. Так как Пасха у нас 16 апреля. Это говорит о том, что весна будет ранняя. И пораньше можно будет высадить эту рассаду в теплице. То есть я ориентируюсь на то, в какое время, в какие даты у нас будет Пасха в этом сезоне. Бадулай. Бадулай также нашумевший прям гибрид. Очень такой редкий гибрид. С трудом мы его достали. Получили в продаже. Но сейчас его нет в наличии. По-моему, рыжий барин еще есть. Но бадулая точно нет. Вот такое вот описание. Был очень большой спрос на этот гибрид. Я его посею на этой неделе. Так как для меня это совершенно новый гибрид. Мне не хочется собирать зеленые плоды. Поэтому рискну и посею пораньше. А там дальше посмотрим на следующий год. Гибрид Аристотель. Шикарный гибрид. Рекомендую всем 100%. Даже начинающим садоводам с этим гибридом вы получите шикарные крупные перцы. Урожайность всегда отличная. Ничем не болеет. Можно выращивать на открытом грунте, если у вас не ветреный участок. У нас участок ветреный. Я практически уже перестала вообще выращивать на открытом грунте перцы. Так как за счет того, что нагруженность плодами достаточно большая. Там не по 3-4 перчика висит. А сразу на растении где-то 8-9 плодов. При этом они достаточно крупные. Масса плода 200-250 грамм. Вот можете почитать описание. И если ветреный участок переломает все ветки, как бы вы не подвязывали. Если же участок не ветреный, в открытом грунте растет замечательно. Вы получите отличный урожай. Я его, конечно, рекомендую. Есть он у нас в продаже. Замечательный перец. Следующий гибрид Риалта. С ним я познакомилась 2 года назад с этим гибридом. Конечно, никогда с ним не буду прощаться. Это замечательный гибрид желтого цвета плоды. Можно выращивать на открытом грунте. На открытом грунте он будет... Тут у нас высота тоже не указана. Ну, где-то сантиметров, наверное, 60 на открытом грунте. Может быть, 70. Это максимальная высота будет его. Плоды до 400 грамм. Достаточно ранний. Не могу сказать, что прям супер ранний, но и не поздний. У меня ломало ветки на открытом грунте. В теплице я его сейчас выращиваю. Но в рассадный период обязательно провожу ему формировку. Для того, чтобы он не был высоким. Если его не формировать, то он где-то в теплице вырастает метр сорок. Но у меня он вырастает не больше, даже не метр сорок. Он, по-моему, даже еще выше вырастет, если его не формировать. У меня он вырастает вот как раз где-то метр тридцать, метр сорок. Это максимальная высота с формировкой в рассадный период. Его я буду сеять, конечно, на этой неделе. Есть он сейчас у нас в продаже. Это достаточно редкий гибрид. Не всегда он бывает в продаже. Но на сегодняшний день он есть в продаже. Поэтому есть желание, приходите, приобретайте семена замечательного гибрида Риалта. И то же самое могу сказать о гибриде Помпео. Они абсолютно одинаковые. Единственная разница в окраске. И по массе плода, и по высоте, и по урожайности. Одновременно на растении формируются не меньше 8-9 вот таких вот крупных гигантов. По 300-400 грамм толстостенных. Также вы его можете выращивать на открытом грунте. Вот первый год я выращивала, когда я познакомилась с этими двумя гибридами, я их выращивала на открытом грунте. И они росли прекрасно. Но единственное, что когда уже они у меня полностью налились, у меня все-таки поломало несколько веток. И поэтому я отказалась от выращивания на открытом грунте. Следующий гибрид. Да, выращивать, сеять также Помпео и Риалта я буду на этой неделе. Следующий гибрид Монтеро. Замечательный гибрид. Он также высокорослый. Поэтому мы его посеем в январе месяце на этой неделе. С дальнейшей формировкой в рассадный период. Получите вы с него огромные плоды. Очень крупные. Здесь у нас указано. Свыше 260 грамм. И при этом, если его не формировать, он будет высокорослый. В открытом грунте мы его, конечно, не выращиваем. Я его не рекомендую выращивать в открытом грунте. Но в теплице он покажет отличный урожай. И он достаточно ранний. Очень хороший гибрид. Сеять буду на этой неделе. Следующий перец. Это гибрид пироженка. Это ранний гибрид. Некрупные перцы. Я все-таки больше люблю очень крупные перцы. Здесь перцы не очень крупные. Масса у нас не указана. Здесь нет. Но он пригоден для фаршировки. Я вот его буду выращивать. Буквально одно растение всего у меня будет для фаршировки. Ну, одно, максимум два растения. При этом красивые очень плоды. Можно выращивать на открытом грунте. Сеять буду в первых числах февраля. Следующий сортовой перец Дамира. Раньше он назывался Рамира. Сейчас его почему-то переименовали. Вот пока еще пишут в скобочках. Но когда начинают писать в скобках двойное название, это говорит о том, что буквально через пару лет вот эти скобки уберут. И останется уже только, скорее всего, название Дамира. Этот перец я, этот сорт я выращивала. Масса плода до 200 грамм. Но у меня такие не вырастали до 200 грамм. Он достаточно высокорослый. Его также надо формировать в рассадный период. Если вы не хотите, чтобы он был высокорослый, и чтобы он пораньше начал плодоносить, то вот в рассадный период я его буду формировать. Посею я его в январе месяце, на этой неделе. Не толстостенный, но он очень вкусный, ароматный такой. И достаточно будет тоже одного растения. Плодов на нем достаточно много. Следующий гибрид Александрит Кировской селекции. Плоды крупные, тяжелые. Можно его выращивать на открытом грунте, если не ветреный участок. Несмотря на то, что он не низкорослый. Но если вы его сформируете в рассадный период, то его вполне можно выращивать на открытом грунте. У меня был такой опыт. Первый раз, как раз, когда я познакомилась с этим гибридом, я его выращивала на открытом грунте, но с формировкой в рассадный период. Тут у нас высота метр двадцать, метр пятьдесят. Это в теплице указано. И в открытом грунте 70 сантиметров. Нет, он у меня и в открытом грунте был выше. Нет, 70 сантиметров он у меня был как раз с формировкой. А так бы он был выше. А вот в теплице он вырастает где-то метр двадцать, метр тридцать с формировкой. Перец отличный. Сладкий, ароматный. Гибрид, вернее. Так, следующий сорт это Лида Ламуио. Лида Ламуио я буду тестировать в сезоне 23 года. Вообще я выращивала Ламуио от компании Партнер Гибрид. Мне, конечно, он очень понравился. Его тоже надо сеять пораньше и формировать обязательно в рассадный период. Гигантские просто плоды. Вот то, что я люблю. Тяжелые очень. Их достаточно много сразу формируется на растении. На открытом грунте его ни в коем случае нельзя выращивать. Такое там переломает просто все, если ветреный участок. Но мне кажется, даже если не ветреный участок переломает. Конечно, его нужно выращивать в теплице обязательно с очень хорошей опорой. Я ставлю опоры специальные. Но можно, если вы подвязываете, то, конечно, там придется много времени потратить на то, чтобы сделать хорошую подвязку для таких мощных кустов и для такого количества плодов. Плоды очень тяжелые. И вот как мне писали, что по 3-4 плода на растении. Но это говорит только о том, что у вас неправильная подкормка была. Правильно подкармливать надо вообще любые культуры, как декоративные, так и овощные. Начинать правильные подкормки прямо с рассадного периода, с первых дней жизни этой рассады. У меня очень много плодов на растениях было. И все это можно посмотреть на канале. Как мне часто пишут, покажите свои результаты. Но у меня пока нет времени заниматься роликами, монтажом роликов. И, в общем-то, если не верите, можете посмотреть на канале. В осенних, в прошлом году я очень много про Ламуио показывала перцы. Роликов снимала достаточно много. Шикарный вообще был гибрид. Но вот в этом сезоне буду пробовать сорт Лида Ламуио. Посмотрю, я, конечно, все полностью знаю об этом гибриде, конкретно о гибриде. И сравню. Мне легко будет сравнить. Вот такое описание. Сейчас есть в наличии этот сорт. И, кстати, хочу сказать, что он в два раза дешевле, чем партнеровский гибрид Ламуио. Следующий сорт. Любовное яблоко. Фиолетовое любовное яблоко. Очень хорошие рекомендации мне дали по этому сорту. И он меня, конечно, заинтересовал. С него можно собирать семена. В технической спелости он фиолетовой окраски и в биологической красно-малиновой окраске. Говорят, что у него очень интересный специфический вкус. То есть, поначалу он кажется, что абсолютно просто сладкий перец, а после вкусе остается пряных специй. И это даже, я прочитала, тут тоже это есть в описании. Посею я его вот на этой неделе. Да, и Лида Ламуио я также посею на этой неделе. То есть, в середине января. Так как впервые я эти перцы буду выращивать, не хочется мне снимать плоды в технической, вернее, спелости. Поэтому посеем пораньше. Следующий сорт, который я буду тестировать в сезоне 23 года. Паланечка чудо. Очень тоже хорошие отзывы об этом сорте. Но я его впервые закупила. Также он есть у нас сейчас еще в продаже. Масса плода до 400 грамм. И тут высота в теплицах до метра. В открытом грунте 40-70 сантиметров. Посею я его, получается, в первых числах февраля. Раз он до метра всего вырастает. Ну, посмотрим, что это за перчик, что это за сорт. Отзывы прям очень хорошие об этом сорте. Леся. Красный перец. Я его выращивала в сезоне 22 года. Он вот такой, как на картинке. Некрупные плоды. При этом вот такие толстостенные действительно. Но в наших условиях выращивания на Урале, возможно, что он более теплолюбивый. Может быть, он в южных регионах пораньше созревает. Но у нас на Урале он созревает достаточно поздно. И несмотря на то, что это низкорослый сорт, высота здесь у нас 40-60 сантиметров. Так оно и есть. Выращиваю я его в мини-парничках. Но можно его выращивать на открытом грунте. В этом году хочу попробовать вырастить его на открытом грунте. Так как он... Плоды не крупные. Поэтому я думаю... И он такой компактный достаточно. Я думаю, что ветром его не сломает. Часть посею в мини-парничок. И часть посею на открытый грунт. Сладкий. Но вот масса такая, знаете, как бы не моя. Но тем не менее, для салатов можно выращивать. На вкус он хороший, вкусный, сладкий. Можно в консервацию его добавлять. Вот. Ну, я только из-за семян его в основном буду выращивать. Так как все-таки я люблю крупные плоды. Вот. Посею я его на этой неделе. Буду выращивать, как уже сказала, как в мини-тепличках, так и в открытом грунте. Также Ирина Коткова мне прислала семена. Сладких и острых перцев и томатов. И вот что же из сладких перцев. Леся желтая. Ну, я так понимаю, что это то же самое, что Леся красная. Посею также в январе на этой неделе. Я думаю, что он такой же позднеспелый, как и Леся обыкновенная красная. Следующий сорт. Манганджи Киота. Также буду сеять в первых числах февраля, как и все вот остальные перцы, которые ранние. Следующий, значит, сорт. Рамира оранжевый посею на этой неделе, так как он, я думаю, такой же по высоте, как и Рамира красный. Поэтому лучше посеять пораньше. И перец сладкий и лисичка желтая. Буду сеять в первых числах февраля. И так как Пасха у нас ранняя в этом году, я думаю, что все у нас получится. Также я планирую в этом году обогревать теплицы таким недорогим способом. Об этом я расскажу уже, наверное, позднее. Друзья, пишите в комментариях, какие сорта и гибриды перцев сладких вам понравились. Это будет очень интересно не только мне, но я думаю, что и подписчикам почитать эти комментарии. Так как я обязательно обращаю внимание на все ваши комментарии, что-то для себя выписываю, делаю какие-то пометочки. И в дальнейшем стараюсь закупить этот товар. Друзья, ну я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.